Меня зовут Элла Хитракова. Я мама троих детей. При поддержке Зефир-ФМ. Бизнесвумен и мама троих дочерей Элла Хитракова приняла эстафету марафона по сбору средств на детскую больницу. Про старт акции услышала по радио Зефир-ФМ. Семья не только перечислила деньги на благотворительный счет, но и решила обратиться к горожанам через радиоэфир. Откликнуться и не быть равнодушными к большой проблеме. Очень рада, что такая акция объявлена. А наша семья тоже приняла участие в этой акции, потому что нам не все равно. Екатерина и Николай Демидович – многодетные родители. В семье тоже трое детей – Милана, Тимофей и Герман. В больнице, к счастью, с тяжелым бронхитом лежать пришлось только дочери. Выходили. Супруги уверены, недостающую сумму на реконструкцию больницы быстрее собрать благотворительным марафоном. Персонал хороший, обращение хорошее. Состояние больницы, конечно, оставляет желать лучшего. Чтобы каждый внес маленькую копеечку, но было много пользы. Забота о детях – приоритет государственной политики. Львиная доля бюджетных средств тратится на здравоохранение. Бюджет уже потратил свыше 400 тысяч рублей. За эти деньги отремонтирована реанимация, закуплено новейшее медицинское оборудование и обновлена детская поликлиника. Только в 2014-м и только на проектно-сметную документацию потрачено миллиард 200 миллионов нединаминированных рублей. Большую часть средств тогда выделил город. Деньги, которые сейчас соберут марафонцы-благотворители, пойдут на закупку реанимобиля и рентгеноборудования, ремонт коммуникаций, коридоров, палат и пищеблока. В смету реконструкции входит и оборудование, и закупка мебели. В всех же палатах должны стоять новые кровати, новые тумбочки. Должно обновляться санитарно-техническое оборудование. Бабручане откликнулись и проявили самое живое участие в марафоне. Город же намерен добиваться включения реконструкции второй очереди детской больницы в республиканскую программу. Очевидно одно – только вместе мы можем сделать условия детей, а вместе с ними их родители и, конечно, всего медперсонала больницы, более комфортным. Подключаются к марафону и госслужащие, и силовики. Они тоже мамы и папы. У наших сотрудников есть дети, а дети – это наше будущее. И, конечно, с большим энтузиазмом и только за. Я полностью на 100% поддерживаю. Каждый, чтобы начал с себя. И, я думаю, цепочкой люди потянутся, и мы сможем. По зову сердца в эфир радиозефир пришел Алексей Сафронов. Спасатель по профессии и отец маленькой дочки. Не раздумывая, присоединился к марафону. Достаточно много детей получают различные травмы. В результате нарушения правил пожарной безопасности получают ожоги. Естественно, хотелось, чтобы у детей были и хорошие условия, и квалифицированные специалисты, и самое новое оборудование. Многие горожане о марафоне узнали из СМИ. Большинство считают, что пожертвование не сделает их беднее финансово. А результат общих усилий оценит не одно поколение маленьких бобручан. Я всегда участвую в любых марафонах. И я дал бы 5 рублей, 10 рублей, и что хочется. Я уже видела такой клич в интернете и в одноклассниках. Ну, как бы, поддерживаю. Очень важно. Потому что детская больница. А сейчас много детей больных. Надо выздоравливать, лечить. Для города, для детей, как бы, важно, чтобы у нас была гордость какая-то, что у нас есть где вылечиться детям, чтобы никуда не ездить. Финал марафона по зову сердца пройдет в конце сентября. На площадь Ленина с концертом приедут звезды белорусской эстрады. Их выступление поддержит Белти для радиокомпании. Елена Кутузова, Иван Боровой, Дмитрий Шевцов. Сегодня Бобруйске.